Субтитры делал DimaTorzok Конечно, впереди. И там есть, что обсудить, над чем посмеяться и даже задуматься. Ведь настало время дебатов. Поехали! Мы не можем жить нормальной жизнью. У нас онкозаболевания выросли за последние десятилетия в 10 раз. То есть мы вкладываем деньги в медицину, в лечение, но мы не можем это сделать с экологией. Мне это непонятно. В парламенте практически одни бизнесмены. Мы поставили команду, которая идет с разных слоев населения. Я помню, когда приходили руководители сельхозпредприятий, простые учителя. Вот я покажу свои руки, здесь есть мозоли, вот тут есть мозоли. Я трудяга, тот, кто работал и действительно убирает мусор и понимает, о чем я говорю. То есть я говорю то, что действительно прожил, через себя пропустил. Что касается экологии, я думаю, вопрос больной в республике Бурятия, если его рассматривать в связке с туризмом, то о каких туристах можно говорить, когда у нас абсолютно вся республика Бурятия завалена мусором? Ну вот как-то так. Одной из тем дебатов была экология. Коммунисты говорили о том, что у нас много мусора и грязный воздух. ЛДПР о наследии Жириновского, об экологическом воспитании детей. Справедливо-россы о том, что мы должны быть гостеприимными, а туристы должны уважать наши традиции. А единороссы на эти дебаты почему-то вообще не пришли. Но лично мне запомнились только мозолистые руки Чингиса Болотова из «Новых людей». Эх, не хватает им там Багдаева. Но настоящие дебаты в стиле 90-х происходили не в телестудиях. Эпическая битва за Байкал. Вот, безусловно, главное политическое событие августа в Бурятии. Ради него к нам даже приехали несколько депутатов Госдумы. А в прибрежных поселках устроили публичное слушание. Весь бурный отоблетел видео из Баргузинского района, на котором глава якобы хамит иркутской активистки. Приехали из Иркутска учить нас жить. Эту фразу вырвали из контекста и разогнали по анонимным пабликам. Вы видите в ней что-то хамское? Я нет. Абсолютно нет. Никак нет. Зато в словах и поведении других участников события вижу неприкрытое хамство по отношению к женщине, депутату Госдуме Жанне Рябцевой. Когда она во время выступления сняла с себя толстовку, из толпы раздались крики «Давай дальше!». Голоса были мужские, но их обладателей вряд ли можно назвать мужчинами. Подобным же образом они вели себя все два часа, пока длилось мероприятие. Спрятавшись в толпе, кричали, свистели. Короче, провоцировали выступающих. И вот с этими людьми глава Бурятии и депутаты Госдумы приехали обсуждать закон о Байкале. Да им плевать на все. На слушание, на законы, на Байкал, на людей, которые живут на его берегах. Им нужен просто хайп перед выборами. Я бы с такими просто не стал разговаривать и устраивать подобные мероприятия за пару недель до выборов тоже. Это все равно, что кинуть кость голодной собаке и просить ее какое-то время не есть. Но голод, видите, сильнее разума. Чтоб его утолить, человек иногда ел себе подобных. История знает массу таких примеров. А политический голод порой еще страшнее. Жажда власти расчеловечивает. Стыдно, господа. С вами был Байр Цдыпов. Байрте. Редактор субтитров А.Семкин